В наземных боевых действиях все чаще используются беспилотники, но и морская, так сказать, индустрия не стоит на месте, и в Modern Warships теперь появились тоже беспилотники. А именно пока на данный момент это только вот первый самый корабль, который можно получить в боевом пропуске, в котором как раз-таки и вообще это новый класс, это новый класс для всей игры. И теперь у нас в фильтре, если посмотреть, появился вот такой вот значок, который будет отображать именно те самые штурмовые, десантно-штурмовые корабли. То есть штурмовой десантный корабль, у которого будет свой беспилотник. Количество этих кораблей и разнообразие различных вот таких вот беспилотников будет расти, но пока давайте посмотрим, что на данный момент уже добавили, как это работает и что интересного. В общем-то, пока пройдемся по характеристикам. У каждого такого беспилотника будет свое количество прочности, скорость, маневренность, дальность радара, запас воздуха. И теперь вы понимаете, да, что этот беспилотник не просто будет плавать по поверхности, но еще и будет как подлодка, собственно, использоваться. В вооружении здесь, кстати говоря, добавилась вот такая у всех теперь очень классная менюшка, где можно посмотреть ракетная батарея, какие характеристики у ракетной батареи, выстрелов за атаку 2, урон 17 тысяч, между прочим, не слабо так. И есть еще и торпедные аппараты, то есть, насколько я помню, здесь такой характеристики нету, но и по описанию эти ракеты для подводного пуска. Плюс торпеды, 2 выстрела за атаку по всего 7 тысяч, перезарядка 7 секунд, ну, торпеды какие-то совсем такие простенькие получаются. А вот ракеты здесь полноценные, с очень хорошим уроном. Так что, в общем-то, выезжать, или выплывать, как это правильно, он будет именно вот отсюда. То есть, если мы возьмем корабль вот так, посмотрим на него, то на самом деле здесь как бы ничего нету. То есть, я его изначально когда смотрел, думаю, так, а где же, где же, где же находится этот самый беспилотник? А вот тут открываются дверки, и оп, появляется этот самый беспилотник. Но давайте уже попробуем его в деле. Попробуем это все дело для начала с батейками. Ну, я так понимаю, что нет смысла в самом начале, как на какой-нибудь там, каком-нибудь авианосце, стоя сразу на респе, выпускать его. Я думаю, есть смысл, конечно, подобраться немножко ближе к противникам и где-нибудь тормознуться так аккуратно. И потом запустить. В целом, он будет работать, хотя мы можем попробовать, да? Давайте его запустим. Вот он пошел. По идее, он работает как автономно, ну, то есть, будет батейки управлять им, так и ты им можешь управлять. То есть, точно так же, ну, собственно говоря, как и вертолетами, например. Так, ну, вроде бы да, он как будто бы за мной поплыл. Единственное, непонятно, будет ли он сам атаковать. Да, как будто бы куда-то пошел. Куда-то пошел. Или нет? Как будто бы, ну, там 3-4 километра, в принципе, как раз подлодка подходит. О, пошли. О, а что-то там торпед получается. Нормально так. А, там же два слота, походу, дело. Слушайте, ну, неплохо. Ты такой стоишь, наваливаешь. И он еще выпускает торпеды, ракеты без остановки. Так, давай, 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 давай уже это. Давай уже, поиграй, я хочу посмотреть. Ага, все, в это время слили. Слили. Ай, мой беспилотник. О, а у них тоже уже в ботеек есть такие штуки? Да ты что, серьезно? Ты что такой же лучший, да? За парень. Он уже восстановился. О, тут уже еще подошли типы. Так, я пока тут буду стоять. А, вот он. У ботеек уже тоже есть. И наваливает по полной программе. Но капешки там немного, по идее, да, я буду сразу забирать. Так, давай, пошел, пошел делать грязь. А где мои ботейки? Где они все ботейки мои? Так, ну пошла поддержка. Я могу, конечно, еще вертушек понавыпускать. И вообще будет весело. Все это автоматически будет наваливать. Два вертолета. Плюс подлодочка. Которую уже, кстати говоря, слили. В общем, естественно, развалить ее будет не проблема. 45 тысяч. Отлетает очень быстро. Так, ну теперь давайте попробуем. Как будто бы сама атакует. Вроде бы не бестолково плавает просто где-нибудь там рядом. Но теперь самое интересное. Хочу управлять. Так, а что, на четверочку не хочет переключаться? Только на F3? Правда. Обычно на вертолеты, ну то есть, к примеру, я могу вертолет включить на пятерку. Вот, на него переключиться. А, вот. Сейчас сработала четверка. Так, ну и что у нас здесь есть? Блин, это забавно. Это очень забавно выглядит. По идее, единственное, по-моему, я не заметил. По-моему, в режиме батейки, по-моему, он не опускался под воду. Он просто вот в таком режиме и плавал. Ну и, соответственно, уязвимость максимальная. В таком состоянии его будет разваливать очень быстро. Но, если мы сможем управлять всем этим делом правильно, мы же таки сейчас раз перед противником нырнули. Запаса воздуха здесь, по идее, должно быть немного. Все-таки это не полноценная подлодка. Мы сейчас проверим, кстати говоря. То есть, мы просто ныряем вниз. И все. И если у пацана нет торпед, то мы его без особых проблем пинаем. Причем скорость очень бодрая. Где-то подлодка, кстати. О, что-то вижу. И вот цель не видит препятствий. А наваливает-то неплохо, однако. Торпеды пошли. Ракеты пошли. А ракеты вообще жесткие? Сколько там долетает? А, лазутки, ладно. Воу. Бомбы? Так, и камерами пошли. Ну-ка, снег, ракеты. А, у него есть чем ответить, кстати. Оп! И все, с воздухом беда. Да, что ж такое же лучшее. Ну и, соответственно, да. Я сейчас, конечно, буду, скорее всего, умирать. Хотя, я, кстати, насколько я помню. Воздух, кстати, быстро пополняется. Я могу вернуться еще и отремонтироваться. Сейчас, давайте попробуем это сделать. Если я, конечно, смогу. Так, и как это будет выглядеть? Ага, вот она, получается, отмечена зона, в которой мы сможем починиться. Хотя, возрождение есть. Сколько возрождений, кстати, я не видел. Но, в целом, как будто бы проще просто возродиться и подождать там перезарядочку. Так, и что, мы подплыли. Переключились. А, так и что, и идет просто перезарядка. А не проще там было сдохнуть и не плыть обратно? Ну, хотя, возможно, их все-таки какое-то ограниченное количество, конечно. Таким образом, мы просто не дали... Нет такого? А, ну вот же, два написано вроде как, да? Это же написано, как будто бы два таких залпа. Сейчас проверим. Так, давайте... Вот оно, да, готово. Запускаем. Все, один остался. Да, тут не... Неограниченное количество. Так, изначально четыре таких запуска. Соответственно, можете быстренько их просрать. Либо можете вернуться, починиться. Перезарядочка пройдет и дальше наваливает. То есть, в принципе, четыре, даже четыре таких выпуска, ну, это прям круто. Вертолеты-то один раз вылетают. И все, ты их похерил. До свидания. Но автономность, конечно, получается просто какая-то бешеная. Два вертолета, плюс этот еще беспилотник. Это, конечно, да, это весело. Можно его... На кнопочку, в принципе, можно было не вручную, естественно, возвращаться. А можно было это сделать с помощью кнопки Т. То есть, мы, например, можем атаковать. Нажимаем на Т. И давай прикрывать его уже своим носителем. Ха, время-то забавно, конечно, да. Ты че тут собрался обидеть наш беспилотник? А ну сюда, иди. А я так понимаю, он не угомонится, да, беспилотник? Он там продолжает нашлюривать тоже. Но он превозвращается или нет? Я не пойму пока. Кто там-то увлекся в летомном? Да, его похерили. Рядом его выпускать в замесе, в принципе, самое то. То есть, вот у вас тут какой-то идет замес. Вы его запустили. Он, по идее, моментально, да, моментально начинает отрабатывать. И торпеды, и ракеты пошли сразу в ход. Блин, ну это офигительное дополнительное вооружение, которое будет работать просто на автомате. Вы даже не будете напариться. Но правда, конечно, в таком режиме он будет очень быстро отлетать, потому что он под воду не ходит. Но мы можем вот так сделать, правильно? Мы его принудительно отправим туда. Вот, тут как раз еще один. Вовремя, красавец. Можно попробовать его вернуть обратно, да? То есть, мы нажимаем на Т, вот он покоцанный, там у него, скорее всего, и боекомплект уже закончился. Сейчас посмотрим, будет ли он возвращаться. Надеюсь, он это делает быстро, а тут какие-то бротейки подъехали. Ну и что? Вот и тупишь. Вернуться. Что-то с возвращением тоже беда. Ну, он просто стоит, выгребает, я не знаю. С возвращением на базу, что-то как-то проблемки, по-моему. Все, он уже, все, он вернулся на базу. Только не так, как я хотел. Так что, ладно, в общем, вот такой получается. Беспилотник, посмотрим, в каких вариантах эти беспилотники и на каких кораблях еще будут появляться. Естественно, будем все это дело тестить, смотреть. Но, тема интересная. Определенно, новый класс кораблей. Это что-то интересное.